Всем доброго времени суток, с вами Гахэгэ, из клана Шайтаны. Данный ролик будет посвящен последнему обновлению, который вышел 3-го числа, буквально днём, а точнее недавно. Первое, с чего хотелось бы начать, это достаточно массивное и большое обновление, много чего изменили, я бы даже сказал так, механика утопов, нападений и дефа точно изменится. А теперь подробнее. Хотелось бы начать с пеки 5-го уровня, к сожалению у меня нету и пеки даже 4-го уровня, поэтому я вам покажу пеку 1-го уровня и расскажу про пеку 5-го уровня. То есть, как вы видите, у моей пеки 1-го уровня дамаг 240, у 5-го 380, если сравнить с 4-й прибавилось на 40, а жизни 4500 прибавится на 500 в отличие от 4-й. И стоить она будет на 5000 эликсира дороже, чем пека 4-я, то есть 50 тысяч эликсира. Всё остальное у неё то же самое, как и у пеки 1-го уровня. То есть, кого она атакует, сколько она занимает места, сколько тренируется, какая у неё скорость передвижения. Единственное, что хотелось бы добавить, что апгрейд данной пеки 5-го уровня вам обойдётся 8 миллионов эликсира, и апгрейд займёт 14 дней. Конечно же, в противовес пеки 5-го уровня для баланса была введена Тесла 8-го уровня. Стоит её апгрейд 5 миллионов, выглядеть она будет, я вам покажу, как мы его сокланутся, а можно, в принципе, и так показать. Её апгрейд также вам войдётся по времени в 14 дней, и что самое важное, дамаг прибавится на 12, а жизни прибавится на 40, то есть дамага станет 99. А учитывая, что по пеке наносится двойной урон, это получается почти 200, а точнее 198. Для сравнения, X-Bowл 4-го уровня наносит 80 дамага, Аршер Тауэр 12 уровня, 8,6, Пушка та же, тоже 8,6. То есть получается, из точечных стреляющих башен, что-то я затупил в этот момент, Тесла становится самой мощной. Конечно же, после Инферно, если она на сингл таркете. Потому что там дамаг доходит до 1400. Ну, в общем, надо качать. То есть я даже плюну на последний Аршер Тауэр, который у меня осталось прокачать за 7500. Нафиг мне надо качать за 7500, если я за 5 миллионов получаю такую вещь. Это что касается Тесла. Следующее обновление, к сожалению, вар закончился, я не смогу вам показать, но я объясню вам так. Так, можно смотреть, как атакуют в реальном времени, во время КВ. К сожалению, я был на турецком языке, и как будет писаться на английском или на русском, я не знаю, честно говоря. Но я вам скажу так, когда кто-то атакует, соответственно, тут появятся, например, мечи, которые как и были, так и остались. То есть ничего не изменилось. А внизу будет синяя кнопочка, а-ля как поделиться с повтором. Скорее всего, там будет написано что-то типа Watch, Online, не знаю, или что-то наподобие этому. Нажимаете на нее, и в реальном времени смотрите ток-шоу, как фейлит ваш Соклановец, или наоборот, как всех рвет и мечет. Также, не выходя из карты войны, хотелось бы добавить, что ввели обновление по поводу карты на кланваре вашей карты. Очень удобная вещь. Теперь одним нажатием вы можете копировать вашу базу с основной карты на карту вара. К сожалению, опять же, война закончилась, но все знают, что тут есть кнопочка изменить свою базу. Я уверен, что там будет кнопка что-то типа копировать с основной базы. Следующий апгрейд, обновление точнее, о котором не описалось, но оно мне сразу попало за глаза, это когда вы ищете противника, вы видите практически всю его базу. Ну, точнее говоря, вот, о чем я и говорю, то есть видно всю его базу. Раньше, особенно когда ты играешь на айфоне, это не очень удобно, было примерно показано вот такое вот пространство. И приходилось постоянно делать так, особенно при походе за кубками, то есть это вот лишнее движение, а когда ты идешь за кубками, бывает ты по 15-20 минут ищешь соперника. А теперь, один раз уменьшив, при следующем поиске всегда будет в таком масштабе, в котором вы и задали, скажем так. Достаточно удобно, я бы сказал. Теперь про, даже не знаю, самое-самое-самое обновление, которое вот реально изменило, наверное, весь ход игры. Это герои. Что с ними сделали, ой, мама, не горюй. Ну, начнем с того, что... Мой король 18 уровня до апгрейда имел 292 урона, сейчас он имеет 168. Мой король до апгрейда 18 уровня имел 2922 жизни, сейчас он имеет 2586. Все остальное не изменилось, что касаемо написано тут. Единственное, что ему прибавили, это он теперь может и хилиться. То есть, помимо рейджа, у него есть еще и хил обилка, точнее, они все в одной кнопке помещаются. То есть, теперь вы не жмете как бешеный сразу на его способность, а вам придется ждать, точнее, обращать на него внимание. Если, например, вы играете неграми, что достаточно сложновато, я бы сказал, следите и за неграми, и за королем, и там еще еще про королеву расскажу. Ну, ладно, суть не в этом, ко всему привыкнем. То есть, вам теперь нужно будет подождать, пока у короля, например, отнимут полстолбца жизни, и только после этого включать его спелл. Королевна, был у него дамаг 243, стал 249, было у него жизнью 1368, стало у него жизнью 1053. То есть, ей прибавили немножко дамага, но конкретно, именно конкретно, я бы сказал, убавили жизни. И, также у нее появился новый эффект, это дополнительный урон во время использования ее обилки. То есть, она также становится невидимой, она также призывает лучность, но помимо этого, у нее увеличивается урон. Честно, с одной стороны, обидно, да, что так порезали, а с другой стороны, вот именно вот, может быть, этих двух обилок, а точнее у короля, это хил, а у королевы это дополнительный урон. Многим не хватает при походке на кубки, или, например, при атаке на КВ, потому что часто у меня, я думаю, и у вас возникали такие ситуации, когда не хватает буквально одного удара, одного выстрела, или одного удара, для того, чтобы добить ТХ, или добить какое-нибудь здание, которое принесет вам лишнюю звезду, или все 100%. Теперь у нас появилась такая возможность сделать это. Но, опять же, но, у нас появился и, я прямым текстом скажу, геморрой, а точнее, король с королевой больше не выманиваются. То есть, они больше не реагируют, точнее, не реагируют на войска соперника, но они не выходят за пределы своей базы. То есть, вот он отчертен круг, за этот круг он не выйдет, он вернется. То же самое у королевы. То есть, она отреагирует, королева от ее круг, она станет где-нибудь отсюда, и будет вас расстреливать. То есть, достаточно королеву запихнуть, сюда мне засунуть Таунхолл, вместо Иксбоу, который наносит всего 80 урона, засунуть королеву, и все, пиши, пропало, габбелло. К сожалению, пока не было возможности попробовать все эти обновления в действии. Я провел всего две атаки, одну из них на КВ, но скажу вам так. На КВ у соперника была первого уровня королева, у меня были негры пятого уровня под пятого уровня, и королева первого уровня, то ли с двух, то ли с трех ударов, спокойно убивала по одному негру. То есть, шароводы, свинопасы, коллективно пишем письмо разработчикам, нас обманули. Нас просто обманули. Я не знаю, то есть, единственный выход, это опять же остаются только одни драконы, или при походе на кубков искать базы, где герои спят. Это на КВ, что делать, я пока черт его знает. Пока, или к счастью, или к сожалению, не начинали КВ при таком обновлении. А если попадет сильный соперник, не знаю, надо думать какую-то стратегию. Но, именно данное обновление очень сильно поменяло механику игры, на мой взгляд. Сейчас я вам продемонстрирую действие Хила. Например, вот на карте, я не знаю, Гоблин, Пикник. Точнее, действие Хила у короля. Мы выпускаем. Он стреляет, давайте дождемся половину его столбца жизни, уровня жизни. Какой он у меня мощный. Давай, братуха. Ладно, он сейчас скоро их будет убивать. Включаем, и вот он, полный Хил. То есть, насколько я понял, он не Хилится постепенно, как вот там, Банки Хила. А он просто может, например, с одного процента своих уровней жизни подняться до максимума. Что-то из этой серии. Не забывайте это, учитывайте это. Это очень важно. Далее я хочу продемонстрировать следующее обновление при вас. Даже не знаю, наверное, начнем с Валькирии. Она доступна нового уровня пятого. Но, помимо этого, Валькирия теперь реагирует на здание, не те которые, на здание и деф, все что угодно. Не на то, что ближе к ней находится, а на то, где более кучковато, скажем так. То есть, если я выпущу Валькирию отсюда, предыдущая Валькирия пошла бы на Аршер Тауэр. Валькирия после апгрейда пойдет сюда. Что я вам сейчас и продемонстрирую. То есть, как вы видите, выпускалась Валькирия отсюда. Но она пошла там, где три здания. То есть, ей не интересен Аршер Тауэр. Это достаточно, опять же, сильный апгрейд. К сожалению, не могу вам сказать, какие характеристики у Валькирии пятого уровня новой. Но я уверен, что Валькирии скоро проапают до пятого уровня и будут их использовать вместо негров. У меня реально такое впечатление. То есть, будут реально на них кидать хил, будут реально использовать фриз, если начнут их бить инферно и все в этом духе. То есть, по сути, это дорогие негры выйдут. Строятся они дольше, но и занимают место больше. И стоят, само собой, намного дороже. Следующий апгрейд связан с зеленым эликом, он же Jump Spell, или попрыгунчиком, называйте как хотите. Но смысл этого не меняется. Сейчас я найду, как же она называлась-то. Вот Rolling Terror карта, очень интересно. То есть, как заявляют разработчики, теперь, во-первых, зеленый спелл доступен. И третьего уровня. Рискну предположить на 99%, что третьего уровня он будет действовать 60 секунд. Судя по тому, что первого уровня стоит 20, а второго уровня стоит 40. Второе, что хотел бы упомянуть, то, что утверждают разработчики, что ваши юниты будут менять свою тактику поведения, если появляется зеленый банк, зеленый эликсир. Сейчас мы это проверим. То есть, я точно знаю, что тут есть Tesla. Потому что я уже проверял. Ну, давайте с Богом делаем в онлайн-режиме. Надеюсь, так, тут нету бомбы, тут нету бомбы. Так, вылезает Tesla. И, допустим, кинем вот сюда. Зеленую. А, реально реагирует. То есть, реально есть от этого эффект. Достаточно интересное обновление, я вам скажу. Давайте попробуем, например... Так, они все попрыгали. Сейчас действие прекратится. Зеленого спелла. Так, тут они реагируют. Давайте направим всех сюда, например. А спелл кинем вот сюда. А, поздно. Ну, ладно. Я думаю, как-нибудь в следующих роликах пропай. А почему? Я могу уже на этих поэкспериментировать, да? То есть, они откуда не бегая... Блин, трудно понять с первого раза, честно говоря. Но ситуация налицо. То есть, гиганты реально среагировали. Они не тупили бы, как раньше тупили бы. И ставили бы дальше, били вот эту бедную стену. Они реально повернулись и пошли. То же самое делали и варвары, которые их выпускали примерно вот в этом радиус. То есть, они не шли тупо долбить вот эти вот стены. Они реально шли, чтобы воспользоваться способностями джамп спелла, перепрыгнуть эту стену седьмого уровня и убить Теслу. В принципе, тоже достаточно сильное обновление. Особенно они породуют тех, кто пользуется големами, ведьмами и магами при их походе на кубки. Почему? Потому что они с собой, как правило, берут минимум 13 бомберов. Они же стен обоя. Тем самым, они могут освободить это место и взять ту же пеку пятого уровня, например. Или еще одного голема. В принципе, это были все обновления, которые я успел прочитать и заметить буквально там за два часа. Если кто-то что-то может добавить новое, о чем я не рассказал, пишите в комментариях. Я думаю, всем будет интересно об этом прочитать. Всем спасибо. С вами был ГХГ. И склоны Пандора. Говорю, шайтаны. Удачи. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова